Страшно то, что у нас бывает периодический запах паленой проводки. Именно страшно то, что дом деревянный и он вспыхнет. Вот оно, жилье третьего мира. Фестивальная 21 скоро сложится как карточный домик. Мария Кирдюшкина сама делает латки в треснушем полу, заливает стены бетоном. Когда весна, когда вот теперь, стена вот эта у нас наружная, она постоянно сыреет, сбывается, постоянно волнами ходит. Течет, да? Зимой, да, у нас постоянный треск. Ну, очень страшно, что вот эта вот стена просто уйдет. И таких углов в доме много. Рассказывает и показывает Мария о том, что происходит в подвале, жильцы вообще говорить вслух не хотят. Оттуда бегут даже мыши. Естественно, я как бы не спускалась, но говорят очень страшно. Я боюсь спускаться, потому что иначе потом мне еще страшнее будет здесь жить. А квартиросъемщикам еще и платить приходится за отсутствие человеческих условий. Марина Абулаева снимает квартиру на фестивальной всего два месяца, но уже пожалела о выборе места жительства. Санузел в квартире на первом этаже стоит, внимание, на шпалах. Ванная, туалет уже, можно сказать, проваливается. Если они будут, если два назад, наверное, если ремонт не сделаны. Ну, унитаз стоит у них на шпалах. На шпалах стоит унитаз. Ну, там была дыра поначалу. Мы переехали, чтобы не продувало, нигде поставили. Там ненужные салфетки, шпалы, ну и все. Ну, чтобы были хоть какие-то условия, чтобы холодно не было. Хватит жить на шпалах, решили пассажиры фестивальной и написали коллективную жалобу в прокуратуру. Врешение-то мы ждем положительное, хоть уже давно здесь живем. Можно сказать, по 25-30 лет все живем. Смотришь, новые понаезжают и квартиры получают, а старые как есть, так и остаются. Три месяца назад здесь побывала межведомственная комиссия, которая признала деревяшку аварийной. Выяснилось, что износ здания превышает 76%. Не в лучшем состоянии система водоснабжения. Кроме того, установлен несанкционированный сброс сточных вод. Капитально дом не ремонтировался ни разу. Ну, и одной из проблем, почему, собственно, граждане не переселяются своевременно, это отсутствие жилья. На сегодняшний день на территории города строится ряд домов. Собственно, данные жилые помещения строятся непосредственно под переселение граждан из аварийного жилья. При завершении строительства гражданам будут предоставлены данные жилые помещения. Иски жильцов с фестиваля уже в суде. Но в этом году переезда не будет, сообщают нерадостную новость в прокуратуре. Сначала переедут жители мостовой. Процент износа домов на этой улице критичный. В переселении у нас задействованы как не только первичный рынок, так и жилье вторичного рынка. То есть, я имею в виду, то, что мы приобретаем у застройщиков, это первичный рынок. А в случае, если освобождается муниципальный жилищный фонд, вторичный рынок, мы точно так же направляем их на переселение жителей из аварийного жилья. Стоит добавить, что в администрации Коголыма о проблеме ветхого жилфонда не только знают, но и всеми силами решают ее. Так, в этом году муниципалитетам уже приобретено более 20 квартир. Процесс расселения людей из аварийного жилья не останавливается. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. Специально для новостей.